Ваяж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Нынешний понедельник станет самым длинным днём в году – днём летнего солнцестояния. И если бы мы с вами жили в австрийских Альпах, то уже сейчас запасались бы дровишками и свечами. Дело в том, что в австрийской земле Тироль в самую короткую ночь года принято зажигать. В буквальном смысле – жечь костры и свечи, чтобы изгнать таким образом демонов и злых духов. А чтобы огонь было лучше видно, тирольцы поднимаются высоко в горы и зажигают костры там. Этой традиции уже более 700 лет. И когда сгущаются сумерки, тирольские Альпы озаряются светом тысяч костров. Их раскладывают на вершинах и на гребнях, а сами жители выстраиваются в длинные цепочки с зажженными факелами в руках. Так что с наступлением ночи горные хребты обретают огненные контуры. И это невероятно красиво. А в долине Эрвальд, на курорте Цукшпицарена, местные жители выкладывают из хвороста огромные фигуры и символы. И вечером на горных склонах появляются пылающие сердца, цветы, кресты и даже целые картины. Выглядит это так круто, что ЮНЕСКО включило фигурные костры Цукшпицарены в список нематериального наследия человечества. Для того, чтобы жители и гости тирольских городков могли полюбоваться праздничными огнями с разных ракурсов, в день летнего солнцестояния подъемники горнолыжных курортов работают в ночном режиме. И зачастую к этому добавляются концерты, угощения в высокогорных ресторанчиках, гриль-вечеринки и возможность поплясать вокруг костра или лично помахать факелом. В этом сезоне, правда, вряд ли у нас получится увидеть все это огненное действо своими глазами, но на будущее стоит иметь в виду. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. В Москву наконец-то пришло настоящее лето. Но то, как радуемся этому мы, не сравнится с тем, как встречают лето в Якутии. Самый длинный и теплый день в году здесь отмечают грандиозным фестивалем Исыах. И это самый главный и важный из всех якутских праздников вообще. Большинство ритуалов, которые его сопровождают, не менялись веками. Считается, что вместе с лучами солнца на землю прибывают на огненных конях добрые духи. И специально для них всюду ставят серге – высокие, украшенные искусной резьбой и ленточками столбы коновези. Прикосновения к ним со всех четырех сторон приносят удачу на весь год. Чтобы задобрить духов, проводят обряд окормления огня, скармливая костру священной дары. Везде и всюду устраивают масштабные танцы и красочные представления в национальных костюмах. Но самое крутое действо и апофеоз праздника – это танец Осуохай. Грандиознейший хоровод, в котором принимают участие сотни и даже тысячи людей. В 2012 году Осуохай в Якутске собрал более 15 тысяч участников. И это – мировой рекорд, внесенный в книгу Гиннуса – хороводище. Хоровод этот символизирует единение людей, а ведущий хоровода поет благословения всему живому и благодарности солнцу за свет и тепло. По древнему обычаю танцуют всю короткую ночь напролет, пока не выйдет солнце. И его первые лучи ловят поднятыми вверх ладонями. И этот обряд под названием Кюн Керсюте – один из самых красивых и вдохновляющих. Конечно, в этом году вряд ли можно будет поставить новый хороводный рекорд из-за коронных ограничений. Но красиво встретить рассвет точно получится. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Думая о пляжах, мы обычно представляем себе белый песок с белой каемкой прибоя, ну или мелкую гальку с круглыми галышами, которые так прикольно запускать по волнам, чтобы прыгали как лягушки. Но на самом деле в России встречаются самые разные пляжи, в том числе совершенно нетипичные, не песчаные, не галечные и не белые. Например, на Камчатке пляжи черные. Халактырский пляж, всего в часе езды от Петропавловска-Камчатского, это 30 километров вулканического песка, черного, как свежий асфальт, и неожиданно бирюзовые волны. Хотя вода здесь не прогревается выше 15-18 градусов, но пляж пользуется большой популярностью у серферов. Кататься надо в гидрокостюмах. Зато зрителями станут не только отдыхающие на берегу, но и плавающие рядом сивучи. Если хотите увидеть розовый пляж, вам на Байкал. На острове Огой берега покрывает песок, который содержит минерал альмандин, и он придает ему цвет, который в издательском деле называют маджента – темно-розовый и очень насыщенный. Жаль, байкальская вода здесь холодновата для купаний. На пляжах Командорских островов искупаться тоже не выйдет. Но зато можно погулять по берегу, усыпанному яшмой, халцедоном и сердоликом. Такими самоцветными россыпями покрыты пляжи в бухте Буян. А недалеко от Владивостока есть бухта, в которой вместо песка – стекло. Когда-то здесь была свалка стекольного завода, но за долгие годы море обкатало стекляшки в мелкую разноцветную гальку, которая искрится под лучами солнца не хуже тех самоцветов. И вот здесь уже купание отличное. Особенно в начале сентября, когда в Приморье как раз самый разгар пляжного сезона. В общем, мечты о пляжах у нас тоже могут быть цветными. Вояж. Радио 7 на 7 холмах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова